Национальная валюта продолжает держать курс на укрепление. Меньше чем за 10 дней тенге отыграло доллара в 18 позиций. И сегодня остановился на бирже на отметке 362. Стремительное падение национальной валюты в начале сентября было результатом в том числе и санкций против России. Но, к сожалению, эпопея с ограничениями против нашего соседа не закончилась. Новый пакет санкций в США обещали ввести в конце ноября. И в отличие от предыдущего, он должен быть еще жестче. Какие последствия может испытать Казахстан от удара по экономике соседа? Готово ли наше правительство к такому сценарию, разбирался Нургали Карабаев. Последние санкции против России вступили в силу 27 августа, то есть меньше месяца назад. И вот из чего он состоял. В Москве запретили продавать оружие и оборонные установки, выдачу кредитов правительством США, экспорт технологий, угрожающий безопасности Америки. И отказали в любой иностранной помощи, кроме гуманитарной, сельскохозяйственной и медицинской. А вот новый пакет. Его ожидает в ноябре. Он подразумевает снижение дипломатических отношений между двумя странами, отказ от импорта-экспорта и возможную приостановку полетов в США компании с госучастием, то есть аэрофлота. После августовских санкций рубль покатился вниз, а тенге последовал за ним и упал ниже 380 за доллар. Эксперты ожидают, что ноябрьские санкции ударят еще больнее по российской экономике. То есть не исключено очередное падение валют. Это ударит практически по всем. Ослабление национальной валюты повышает инфляцию. Инфляция бьет по населению, у которой доходы не растут, а падают, и они обесцениваются стремительно. А это отражается на внутреннем спросе. Спрос у вас падает, автоматически страдает бизнес, который предоставляет услуги и товары этому населению. Недавно министр национальной экономики заверил, что у Казахстана есть план на случай ухудшения ситуации. Но вдаваться в подробности не стал. Давайте будем смотреть на санкции, как на санкции в отношении Российской Федерации. Мы постоянно о них говорим, как будто санкции идут непосредственно на нас. Они влияют на нас только через курс. Ключевой канал влияния – это курсовой. Действительно, основной удар всегда приходится на теньги. Поэтому не придавать значения курсу, страдающему от санкций, нельзя. Первыми почувствовали горечь поражения теньги от доллара – бизнесмены. Вот сейчас были качели с курсом. Да, 382 вырос, сейчас упал на 363. Люди, которые в этот маленький промежуток делали сделки, они или сделали большие деньги, или потеряли большие деньги. Небольшой предприниматель, прямо вот я его лично знаю, он потерял, допустим, больше 500 долларов. Ну, это маленькие деньги, казалось бы, но таких предпринимателей немало. Нацбанку и правительству не время расслабляться, и хорошо, если сработает план, о котором говорил министр национальной экономики. А если нет, мы станем еще беднее.